Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! Добрый день пятницы! Пятница – последний рабочий день недели, и именно поэтому сегодня в эфире «Сухого остатка» мы традиционно подводим финансовые итоги недели. Поэтому добрый день! В эфире «Финам.ФМ. Сухой остаток» и поговорим об итогах. С кем же мы поговорим? Ну, помимо того, что с вами, конечно же, уважаемые слушатели, мы поговорим сегодня об этом и с моими гостями, с моими коллегами. Я представляю их с удовольствием в студии. Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит». Добрый день, Сережа! Приветствую, друзья! И Илья Балакирев, ведущий аналитик инвест-компании «ЮФС». Добрый день, Илья! Добрый день! Уважаемые слушатели, ну и вы тоже присоединяйтесь к нашему разговору. Традиционно для этого есть у вас возможности, например, позвонить по телефону в студию. Прямой эфир. Называю телефон 651099,6, код Москвы 495. Или написать свой вопрос на сайте, адрес которого финам.фм. Присоединяйтесь к нашей беседе. И начиная эфир, традиционно я рисую картину «Масло» в 15.05 в Москве. И что происходит на основных финансовых площадках сегодня? Ну, начнем традиционно с закрытия американцев вчера. Вновь основные индикаторы американского рынка показали отрицательную динамику, но гораздо скромнее. Уже S&P закрылся в минусе на 0,2%. 1650 его котировка. Dow Jones на символический 0,08%. NASDAQ на 0,1%. Сегодняшняя азиатская сессия была в основном позитивна. NASDAQ прибавил после предыдущего падения. Прибавил 0,8%. Шанкай композит 0,5%. Ну и наши сегодня ребята в отрицательной территории. Хотя после открытия небольшой отскок какой-то сформировался. Но сейчас уже в глубоком минусе. РТС теряет 0,8%. ММВБ больше процента. Собственно, это закрытие недели, как вы понимаете. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent выше, вновь выше 102 долларов за бочку. 102,18. Текущая котировка золота. Отскакивает, да, отскакивает, поднимает. 1385 за унцию. И евро-доллар сегодня пытался опять взять высоту. 1,30. Пока не удается ему. Ну, сегодняшняя более-менее позитивная статистика по Германии. Индекс IFO, в частности, да, сегодня дал ему такую возможность. Но селенок не хватает. Не хватает селенок пока у евро-доллара. И набор голубых фишек выглядит сегодня в основном в красном цвете. Лучше рынка торгуется Аэрофлот. Больше процента. 0,7% автоваз. А остальные в минусе. ВТБ 1,5%. Сбербанк 2,5%. Опа! 110. Буквально вчера мне показалось. Я видел, сегодня уже 102 рубля стоит наш любимый сберегательный банк. 2% с лишним теряет рост телеком. Больше плацента Лукойл и Газпром. 120, опять Газпром. Боже мой, никак. Вот такова картина масла. Ну что ж, давайте начнем. Подводите эти самые финансовые итоги недели. И начнем мы с разговора о том... Сереж, тебе первый вопрос. Основные, да, ключевые события этой недели. Тем более, что очевидно, именно в результате этих событий, ключевых, недель была очень волатильной, как минимум. Ну, можно так. На что стоит обратить внимание стоило, да? Ну, конечно, было шоком для всех азиатские рынки. То, что они устроили нам пару дней назад. Вот, то есть началось с нашего извечного «Все Китая», да? Вот, снижение их деловой активности, пересмотр многих параметров, которые предполагались, будем так говорить, которые будут показывать положительную динамику китайской промышленности. А китайская промышленность, соответственно, даже не то чтобы ориентир, это мотор. Мотор всей мировой глобальной экономики сейчас. Можно так рассмотреть. Поэтому, то, что было, вот эти цифры достаточно неприятны, было не только для Китая, не только для региона, а в целом для глобальной экономики, для глобальной промышленности. Что я еще могу сказать? Кстати, это далеко не первый сюрприз, который Китай преподносит. На самом деле, не так часто это, будем говорить, происходит. Ну, вот, например, я совсем недавно смотрел, что профицит товарооборота китайского был где-то порядка 600 миллиардов, прогнозировался. Внезапно он был пересчитан, что не 600 миллиардов, а, оказывается, 60. То есть... То есть чуть-чуть ошиблись, да? Чуть-чуть ошиблись. Это даже не ошиблись, это погрешность, будем говорить, расчетов. То есть там просто были учтены некоторые вещи, которые можно было не совсем корректно учитывать, да? И вот такие вещи, на самом деле, они достаточно характерны, на самом деле, бывают. То есть кажется, что, вот, дескать, все хорошо, все достаточно стабильно должно быть. Расчеты показывают, что главный наш локомотив, так сказать, идет на верном пути. И вдруг неожиданно вот такая поправочка, она, на самом деле, достаточно характерна. И если вы вспомните, мы в самом начале года еще говорили об этом, что год начинается, как правило, с положительных прогнозов. Затем где-то в февраль, в начале февраля идут уже итоги реальные, они, как правило, несколько обескураживающие. А потом вот начинается качеля, что мы, собственно говоря, видим вот уже не первый посткризисный год. Ну, наверное, это самое интересное, что было на этой неделе для меня, по крайней мере. Хорошо. Илья, я хотел бы напомнить, да, что на этой, в среду, как минимум, выступал Бернанке, потом протоколы публиковались. Вот реакция достаточно бурная на эти события, тоже ведь на рынках наблюдалось. Да, безусловно. Как минимум, если не вектор, то вот такой всплеск волатильности, конечно, был вызван выступлением Бена Бернанке. Ну, и он, как всегда, в лучших традициях никогда не говорит ничего прямо, всегда говорит намеками в одну сторону, в другую сторону. Причем и рынок, да, как раз колбасило именно поэтому. Бернанка как раз следует его посылам. Если он начал выступление с того, что ФРС, безусловно, сохранит стимулирующую политику, и все пыталось очень резко и бурно расти, потому что страхи возможной скорой отмены действительно были, то закончилось все на вопросах-ответах, как раз в ключе, что они вернутся к рассмотрению этого на следующем же заседании, вероятнее всего. И вообще люди поняли, что ФРС обсуждает этот вопрос и действительно готовится, по крайней мере, замедлять или сворачивать, сокращать денежные стимулирующие. И все ринулись в доллар сразу, да? Я вспоминаю русскую, да, поговорку давай. Нет, нет, я просто хочу сказать, совершенно правильно. Начали за здравие, закончили. Совершенно правильно Илья говорит, то есть рынок сейчас имеет такие вектора, на самом деле странные с точки зрения здравого смысла. То есть хорошие новости давят на рынок отрицательно, да? Ну, это все объясняется, что вот, я скажу, хорошие новости могут прекратить, заставить прекратить стимулирование искусственное, да? А на самом деле ведь ситуация-то странная, так вот с точки зрения здравого смысла, да? Чем хуже новости, тем как бы позитивнее рынок. Ну, друзья мои, я надеюсь, вы понимаете, вы занимаетесь делом профессиональный, здравый смысл очень часто не имеет решающего значения. Я прошу прощения, коллеги, давайте, у нас есть звонок, не будем нашего слушателя мучить долго и поговорим. Максим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, очень приятно дозвониться для вас. Спасибо, спасибо. Вопрос такой. Банки предлагают, не буду называть название, есть банки, которые предлагают, скажем так, взять кредит под 18% годовых по акции с последующим снижением кредитной ставки на процент в год. Вот, кредит в рублях. Вот, соответственно, вопрос. Максим, простите, это потребительский кредит какой-то, да? Да, 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 да. То есть целевой. Вопрос состоит в следующем, как бы, ну, практически все эксперты сходят в том, что в России для нормального роста, как бы, дальнейшего существования в условиях, как бы, не растущих, по крайней мере, цен на них, нужно девальвировать рубль. Вот, каким образом получается, что банки, предлагая кредит в рублях и снижение процентной ставки в год на 1%, как бы, имеют свою маржу. И вообще, как бы, может быть, они обладают некой информацией, что рубль не будет падать, а будет расти. Вот в этом вопрос. Я не понял, хотел уточнить, вопрос был в том, что предполагаете, что Россия будет девальвировать свою валюту, да? Вопрос прозвучал вроде. Да, вопрос состоит в следующем. Возможно ли девальвация рубля устойчивая, там, не девиация его какая-то, там, на 5-10%, а устойчивая девальвация, скажем так, на продолжительном отрезке времени? Она, безусловно, волонтерна. Понятен вопрос, спасибо, Максим. Я прошу прощения, смотрите, сейчас начнем отвечать. Я так понимаю, надо выделить два момента, да? Во-первых, Максим говорит, да, есть вот такое предложение от банка. Ну, какое-то странное предложение. Во-первых, 18% кредитования. Потом банк говорит, давай, бери по 18%, на следующий год у тебя будет 17%, потом 16%, ну, смотря на какое. Это, вроде, должно заинтересовать. Но, с другой стороны, в этом кроется, да, на мой взгляд, подвох. Максим говорит, ну, если банки, да, или мы там с вами ожидаем девальвации рубля, то какая-то странная логика у банка. Значит, банк что-то знает, что этой девальвации не будет. Вот такая история. Ну, и по поводу непосредственно ослабления рубля, Сережа, давай. Ну, да, на самом деле, Максим, вопрос ваш понятен в том смысле, что стоит ли банкам так рисковать, если они знают что-то наверняка. На самом деле, уверяю вас, наверняка тут сложно сказать. То есть тут, опять же, уравнение с несколькими неизвестными. То есть, если, ну, допустим, есть несколько условий, да, если нефть там будет дорожать, то, значит, с рублем будет то-то. Если она будет дешеветь, то будет то-то. Опять же, сказать наверняка, что будет с нефтью, вот я вас уверяю. Ну, давай без то-то только, да. Если нефть будет дорожать, то рубль будет укрепляться. Если нефть будет дешеветь, рубль будет, ну, само собой. Да, 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 без то-то. Да, ну, это уже настолько много раз говорили, что я думал, что это уже все знают. Точно сказать не можем. Можно прогнозировать с разной степенью вероятности, безусловно. Возвращаясь к конкретному примеру, вот стоит ли брать там под 18 дальнейшим снижением, ежегодным снижением на процент. Я правильно понял? Да, да. То есть, ну, на самом деле, ведь он не бесконечный кредит. Он там 5, 6, 7, может быть, лет, на 4 года. Тут надо просто посчитать среднюю. То есть, что у вас в среднем получится? Ну, допустим, у вас в среднем получится 16-я ставка, там, или, допустим, 16,5. Сережа, спроси, пожалуйста. Значит, мы сейчас придемте новости на Финам.ФМ, потом мы продолжим отвечать на вопросы. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня в гостях, сегодня в студии сухого остатка Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит» и Илья Балакирев, ведущий аналитик инвест-компании «ЮФС». Мы подводим финансовые итоги недели. Сегодня это тема нашей программы. И вернемся к ответу на вопрос нашего слушателя. Максим интересуется о перспективах девальвации рубля. Ну, и, соответственно, он привел пример вот этого странного продукта. Да, вернемся к нему. Таким образом, как я уже сказал, нужно подсчитать ту реальную ставку, которая получится на весь срок кредита. Вообще, я считаю, всегда надо в любом продукте разобраться в его сути и получить окончательные цифры. Это касается всех. Это правильно. Затем, что привлеченка этого банка, то есть те суммы, которые они привлекают от населения по депозитам, наверняка составляют некоторую маржу. Так должно быть, по крайней мере. Естественно. Которая, очевидно, позволяет им проводить такие операции. Плюс к тому, что, очевидно, в этом банке, который вы в качестве примера предлагаете, есть свое воззрение на валюту, на движение валюты. Очевидно, этот взгляд вполне согласуется с подобными ставками. Вот и все, что можно сказать по этому поводу. Я понял. Лично мне. Да, можно? Я немножко хотел бы в другом ключе. Если это банк, тем более российский банк, у него, естественно, основное фондирование рублевое. И для любого российского банка процентные риски гораздо важнее рисков валютных. Валютные риски он легко может хеджировать производными инструментами, это не проблема. А что касается истории рублевого, истории ставок, то здесь сейчас на рынке есть такое достаточно мощное ожидание того, что ставки будут снижаться. Это, поскольку мы все ждем, во-первых, прихода госпожи Набиулиной на пост главы Центробанка. И очень активно идут разговоры о том, что стоит вводить все-таки у нас свое монетарное стимулирование. И ставки, видимо, будут понижать, поскольку рост действительно замедляется и что-то с этим нужно делать. Поэтому банк в первую очередь ожидает падения ставок, а не девальвации, ревальвации или чего угодно с рублем. И то есть логика здесь выстраивается, да? Если ставку рефинансированные будут снижать, то он сможет вот и такой кредитный продукт предложить. Это первый момент. А второй момент, все кредиты у нас, как правило, очень дорогие для населения, поэтому население стремится погашать их как можно быстрее. Поэтому кредитов, которые погашают от начала до конца, если берут на 20 лет, за 20 лет их очень мало. Как правило, стараются погасить первые несколько лет. Поэтому банку интереснее всего получить максимальную ставку в первый год, а дальше хоть трава не расти. В этом случае это замануха, да? Потому что предполагаешь, что досрочное погашение все равно будет и до этой самой низкой из процентной ставки просто не дотерпит. Прежде всего. Отлично, спасибо огромное. Очень, на мой взгляд, квалифицированные ответы. И тем не менее, еще один вопрос у меня. Ну, в связи с тем уже, что прозвучало, мы говорим... Максим, по крайней мере, говорил о том, что вот есть ожидание, видимо, у него прежде всего ожидание некого ослабления рубля. Ну, девальвация, наверное, слово такое. Да, не совсем? Ну, неприятное. Неприятное оно, да. Слово неприятное, оно сразу на всякие нехорошие мысли наводит. Но все-таки о неком ослаблении рубля мы говорим, и в этом есть логика. И тем более, вот Илья вспомнил, да, что мы все ждем и ждем, пока никак не дождемся и снижение ставки рефинансирования. Ну, и динамика, да, вот, так сказать, движений в финансовых рынках и некая сторонняя, да, так называемая конъюнктура говорит о том, что, скорее всего, так оно и будет. Сереж, ты согласен, что... С ослаблением рубля в предстоящем, да, я вполне допускаю это и даже считаю это достаточно вероятным. То есть совершенно точно, что, ну, при каких-то небольших движениях цен на нефть, ну, относительно небольших, мы об этом много раз тоже говорили. Причем движений вниз. Да, я сейчас как раз скажу, что где-то до уровня, там, 90, например, долларов за баррель ослабления рубля может дойти, ну, до 33,5-34 максимума. Вот, ну, на мой взгляд. Я понял. Вот эту цифру мне хотел, как раз, услышать. Илья, ты как по этому поводу смотришь? Я думаю, что это совершенно нормальный вектор, поскольку особенно растут страхи действительно выхода ФРС из Куе. И если ФРС действительно из Куя начнет выходить, начнет продавать активы, это вызовет бегство в доллар. Естественно, это вызовет падение всех сырьевых комодов. И для нас будет единственным реальным и разумным выходом из этого это ослабление рубля, причем даже, может быть, опережающее ослабление рубля. Иначе будет очень сильное давление на экспортные отрасли. Ну, а цифру, Сережа, вот, 34 назвал, ну, против доллара, я имею в виду. Это очень зависит от позиции ЦБ, конечно, потому что... Ну, понятно. Ну, я думаю, что 33 мы очень можем увидеть. Опять извините уже, да, я в нескольких привилегенных условиях, я все время на графике смотрю. Вот я сейчас смотрю, говорю, на график доллара рубля и 33,80 или там, округлик, 34, это те самые максимумы, помните, да, 12-го года, когда, по-моему, в сентябре вот это вот была резкая такая динамика и потом возврат. Ну, то есть, даже с этой точки зрения это вполне реально. Ну, девальвация, тем не менее, это называть нельзя все же, да, девальвация, это какие-то глобальные процессы. Ну, да, так же, когда движение рынка вниз идет, говорят, сегодня рынок упал. Да, да, да. Упал. Упал на 3%, да. Хорошо, спасибо, значит, продолжаем тогда наш разговор по поводу событий, связанных с Америкой, да, с Федрезервом. Мы, собственно, поговорили, основная интрига, да, опять, будет, не будет, и когда будет, и как будет, да, собственно, разговор. Основная интрига, наверное, все-таки ожидание следующего заседания, которое, безусловно, вызовет рост волатильности, поскольку Бернанке все-таки дал ясный намек, что они вернутся к рассмотрению этого вопроса уже вот буквально в следующий раз. То есть, июньское заседание, комитет поставки, Федрезерва, да, опять, теперь у нас новый таргет, новый триггер. Теперь мы будем ждать, это, по-моему, вторая неделя, да, традиционно. На самом деле, я уже давно не помню заседание, которое обходило бы молчанием. Конечно, конечно, все карты на руках ФРС. Это постоянно действующий фактор. Совершенно верно. Ну, и один из главных, наверное, да, Федрезерв, ну, понятно, что рулит сейчас мировой экономикой, куда он, собственно, этот руль повернет, туда все и полетели. Давайте, значит, на наш рынок посмотрим. Кратко, среднее, долгосрочно. Основные идеи ушедшей недели, Сереж, если, так сказать, говорить с точки зрения финансового, финансового, фондового рынка Российской Федерации. Основные идеи недели? Торговая неделя. То есть без особых, да? Нет идеи, да. Я, наверное, да, я, наверное, не окажусь оригинальным и оптимистом. Вот у меня идеи простые, что если открывается, то открываться под все-таки, вот сейчас период уже даже заканчивается, период формирования реестров. Я все-таки остаюсь приверженцем, опять же, здравой логической идеи, да, что в крайнем случае надо получить хотя бы дивиденды. Если бумага хорошая, понятно, она отыгрывает потом вниз, как правило, на величину дивидендов, но, тем не менее, вот я смотрю за прошедшие, там, допустим, последние пять лет, вот, и вижу, что дивиденды бумаги, они восстанавливаются легче и уходят вниз, как говорится, более мягко. И, в общем-то, позитив именно по ним достаточно мне виден. И я считаю, что, поскольку это согласуется с логикой обладания какими-то ценными бумагами, вот, это правильное явление, опять же, мы видим положительную динамику и по выплате дивидендов, как правило, все-таки есть исключения там, но это, как правило, какая-то корпоративная флуктуация. Вот, тем не менее, вектор же правильный, и я считаю, что, ну, это не новая, но, тем не менее... Ну, как минимум, стабильная какая-то идея, да, идея российского рынка, да. Остальное все так себе. Кстати, закончившееся, да, СПО, ВТБ, вот, могло быть какой-то интересной идеей на этой неделе? Я думаю, что, собственно, интересная идея в плане участия в СПО, наверное, вообще была, но попасть туда, получить какой-то большой кусочек, да, было достаточно тяжело, поскольку ВТБ подписал книгу с помощью, за счет тех инвесторов, с которыми он договорился предварительно. И, в общем, спрос, поскольку сделка была организована вот именно так, спрос был достаточно большой, и разместились они без проблем, и с дисконтом там 9-10% к рынку, который бумага сохранила и даже выкупила там сверху всякие меры. То есть идея была, и люди заработали в коем веке, это вот такой, разорвали, наконец, замкнутый круг, когда все только теряют на размещениях ВТБ. Ну, слава богу, конечно, но, тем не менее, если смотреть на текущую динамику, вот, полтора процента он сегодня уже отдал. Ну, Сбербанк отдал сколько? Да, Сбербанк побольше, да. Кстати, а чего он валится, Сбербанк-то? Такая была, ну, буквально два дня назад, да, все кричали, Сбербанк сделает сейчас этот 110 и пойдем выше. Ну, ведь, во-первых... Извини, пожалуйста, 2,6%. Во-первых, 110, не 110, а максимум-то он ведь не смог обновить. Не мог, не мог. Это не очень приятный технический шаг, сигнал, вот. Во-вторых, если все-таки действительно смотреть в сторону, во-первых, понижения ставок, ослабления рубля, то здесь... То есть банковский... И стимулирование, вот, экономики за счет снижения ставок по кредитам, за счет более доступных денег населению и так далее, Сбербанк первый, кто за это будет платить. Вот. Сбербанк также первый, кто будет платить за понижение нефти. В том числе. Ну, все-таки, да, корректно, да, не сам Сбербанк, да. И не платить, но, будем говорить, расплачиваться. Конечно, расплачиваться за все неприятности на финансовых рынках. Банковский сектор сразу же попадает, естественно, под давление. Видимо, в этом как раз причина. ВТБ получше в том плане, что он очень долго был под давлением вот этого готовящегося СПО, который все боялись, что он нальет опять по любой цене в рынок этот пакет. Ну, и разговоры были, да, и не без основания. Ну, естественно, они очень грамотно провели сделку. Здесь как раз есть возможности какие-то, может быть, все-таки для движения наверх в коем-каке вот этих уровней хотя бы размещения. Ну, по крайней мере, да, мы долго с вами, да, периодически, да, при встрече все время говорили о сомнительном каком-то, да, менеджменте в ВТБ, о сомнительных каких-то действиях. Ну, там вряд ли что-то сильно изменилось в этом плане, но вот конкретно здесь они проявили себя очень неплохо. Это здорово, это здорово. Это наводит на оптимистические размышления, значит, в отношении нашего рынка. Ну, и, если позволить, сейчас немножко времени осталось, значит, что у нас сегодня наиболее интересного? Ну, вот, не знаю, аэрофлот больше процента прибавляет. Это с чем-то связано или просто какие-то технические вещи, да, сложно сказать? Я по аэрофлоту, честно говоря, никакого позитива не видел. Я думаю, что это, скорее всего, бумага, ну, будем говорить, не самая ликвидная из других на рынке. Да, я думаю, что это либо технически, либо просто, ну, кто-то решил, так сказать, себе позицию укрепить. Ну, я, честно говоря, за аэрофлотом тоже не слежу. Я знаю, что вот отчитывается Трансайра, да, там, вчера, сегодня. Вот, может быть, реакция все-таки на слабый расчет конкурентов. Ну, я понял. Хорошо. Спасибо, коллеги, спасибо. Еще раз мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим подводить итоги. Сегодня сухой остаток в пятницу. Подводим финансовые итоги недели. В гостях Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов банка «Стройкредит» и Илья Балакирев, ведущий аналитик инвесткомпании «ЮФС». Уважаемые слушатели, на всякий случай еще раз я напомню. Телефон прямого эфира, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Все это вы можете использовать для того, чтобы присоединиться к нашей беседе, задать вопрос, поделиться собственным мнением о текущей ситуации. Ну что ж, продолжим наш разговор. Значит, я упомянул сегодня, да, была некая позитивная статистика по Германии, в частности, да, в результате чего вот мы увидели там, ну, надо уже сейчас говорить, краткосрочный, да, какой-то отскок, позитив. Если, так сказать, продолжать рассуждать в том же ключе, в том же направлении, вообще, что происходит в еврозоне сейчас? Есть ли надежда, да, на то, что еврозона в ближайшее время выйдет из рецессии, ну, учитывая вот там какие-то позитивные сигналы по статистике, или это все очень случайные? Как ты думаешь, Илья? Я думаю, что принципиально, да, вот в таком средне-толкосрочном периоде еврозона не выйдет из рецессии, пока не поменяет вот в свое отношение подход. То есть, фактически, европейские страны впали в рецессию, как только они начали сокращать госрасходы. И пока они преследуют вот, прежде всего, цель сокращения дефицита бюджетов и, соответственно, урезания всевозможных расходов, повышения налогов, естественно, о каком-то серьезном росте в этих условиях говорить не приходится. Вот. А что касается локально, да, безусловно, у нас сейчас просто сезон такой, что вот активность в экономике оживает. Ну, сезон какой? Летний имеется в виду? Ну, не летний, а как бы весенний, потому что первый-то квартал у нас получился такой достаточно своеобразный, он как бы весь зимний получился. Обычно все-таки конец разгоняется, да, там начинает оживать промышленность, машиностроение, строительство. А сейчас получилась длинная зима, и первый квартал весь такой мертвый получился. Вот. Соответственно, вот тот позитив, который обычно бывает в конце первого квартала, он сейчас наблюдается во втором квартале. Кстати, если говорить о том, что бывает обычно. Обычно, да, мы говорим, что в мае это месяц такой, да, традиционный для коррекции. Мы ее, кстати, ждем. В салоне мировой. Да, да, да. Мы ее, кстати, ждем, ждем, все еще ждем. И пока не дождались. Если посмотреть на американцев опять, вот, СП я смотрю, да, я уже сказал, вчера закрылся он ростом, кстати, открылся он с гэпом вниз, закрылся, закрылся ростом, 1650. Ну, можно сказать, что там, да, несерьезно, там, на 2-3 процента он корректирует. Но это не та коррекция, собственно, о которой идет речь. Да, так вот, я так понимаю, в мае уже эта традиция. Или еще неделька есть, может. Знал бы прикуп. Да, да, да. Ну, да, если сейчас смотреть на рынок, на российский, то мы, примерно, на тех же уровнях, которые, соответственно, начало месяца. Поэтому я как раз тут сегодня тоже анализировал, смотрел это дело и тоже подумал, что вот есть еще неделя, на самом деле, чтобы подержать. Ну, смотри, если все же эта самая коррекция наступит, то за чинателем ее все-таки американцы, наверное, выступят. А событий-то уже... Да, наверное, да. Потому что на чем, собственно, рост, да. То есть, я думаю, что последние вот такие попытки ФРС все-таки стимулировать, не стимулировать, да, привлечь, вот выгнать людей из всех других активов, попытаться их привлечь в американский фондовый рынок. Это вот та история, которую мы видим на золоте. Да, то есть, людей выпугивают из золота, чтобы они покупали что-нибудь другое. А другого, поскольку, ну, трожеря совсем не вариант, да, люди перетекают в фондовый рынок. Это парадоксально, но даже может быть такое запугивание выходом из КУЕ, да, то есть сворачиваемым стимулированием может вот на каком-то этапе вызвать приток в фонды американские. То есть, да, это уже совсем будет раскорреляться. Потому что всем другим будет еще хуже, вот, а куда-то надо вкладывать. А, в смысле, с других фондовый рынок на американских. Да, 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 конечно, вот ровно на этом они сейчас и дорастают. Ну, по большому счету, да, кроме американского, ну, может быть, по пальцам еще можно сосчитать, никто больше и не растет по большому счету. Да, безусловно. Ну, смотрите, если верить в такие теории заговора, да, в общем, необходимый рост они уже показали, они уже побили вот те максимумы, которые у них исторические были. То есть, как бы это намек, что экономика США сильная, она восстанавливается и, в принципе, дальше уже ничто не мешает им корректироваться. Вообще, по большому счету, это пузырем называется. Ну, это пузырь и есть. Кстати, опять, если говорить, да, о том, что глава Федрезерва, ну, или там, собственно, комитет намекнет, да, на сворачивание программы коллег-смягчений, вот, я так понимаю, мы обсуждали тоже это в эфире, очень тонкий момент такой, да, как это надо сделать для того, чтобы это не закончилось. Да, это очень тонкая такая, вот, я думаю, что такая покерная стратегия, да, чтобы именно побудить инвесторов уходить с развивающихся рынков, из евро, уходить из других рынков, но, тем не менее, не бежать с американских фондов. Вот именно вот в этом узком-узком... Рано или поздно это просто естественным путем кончится. Все, когда придут на американский рынок, больше для этого должен быть некого. Например, вот то, что с испанскими банками творилось на этой неделе, ну, не со всеми, правда, есть там банк, который потерял, по-моему, 90% капитализации. В общем, это только подтверждает, что в Европе, ну, мягко говоря, еще долго-долго-долго ждать придется действительно положительных общих сдвигов. То есть, то, что мы сейчас опять не видим, да, европейскую экономику или там какие-то отдельные ее примеры на первых полосах, это все временные явления, да, Илья? Ну, я думаю, что временные, да. То есть, если там гребет по-прежнему потихоньку Германия, то все остальное выглядит по-прежнему плохо и никаких серьезных улучшений там пока не предвидится. И чтобы они были, нужны какие-то все-таки сдвиги более серьезные. Кстати, если говорить опять с точки зрения ситуации, да, с точки зрения России, все-таки Европа достаточно тесно, да, с Россией, ну, как минимум, это наш крупнейший торговый партнер. И во многом может быть и восстановление российской экономики, или как минимум ее там какие-то оптимистичные ростки будут связаны вот с выходом из рецессии еврозоны. То есть, если будет выходить из рецессии еврозоны, да, это нам, конечно, прибавит тут оптимизма, поскольку, ну, наши все Газпром, как минимум, и другие, многие крупные экспортеры ориентированы все-таки на европейский рынок. А то, что Европа вдруг может вырасти там на наших каком-то позитиве, я думаю, что это вряд ли. Это понятно. Игра в одни ворота все же, да, Сереж? Это понятно, да, конечно, конечно. Так, хорошо, ну, в поисках, собственно, позитивных идей для российского рынка, давайте посмотрим на сырьевые площадки. Мы начали разговор, Сергей вспомнил о Китае, как, да, традиционного локомотива мировой экономики, ну, или нетрадиционно, но его так очень часто называют. Это бесспорно. Это бесспорно, безусловно, да. Но, тем не менее, смотрите, не особо позитивная, да, статистика из Китая придавливает все-таки, да, цены на сырье. Да, безусловно, это самый такой сильный фундаментальный негатив недели, наверное, да. Рынки все-таки хотят верить в рост. Поэтому, я думаю, что будут ждать вот в июне все-таки официальные статистики в Китае по тому же индексу PMI. Вот сейчас HSBC публикует их вперед, и они на самом деле более репрезентативные, но все-таки здесь смотрят оба показателя. То есть, если вот в днем запаса нефти есть, там, институт нефти. Это в Штатах, да? В Штатах, да, который публикует какую-то там погоду на Марсе, грубо говоря, и на него все смотрят так, с большим скепсисом. То в Китае смотрят и HSBC показатели, и показатели официальные. Вот, и, соответственно, он будет вот в начале июня, и если вдруг он будет хороший, а люди, может быть, ждать, что он будет хороший, то... Выше обычно все-таки, официалы немножко завышают, и он выше, чем показатели HSBC. Но это связано с способами подсчета, да? Ну, естественно, да, но и не в последнюю очередь. Как минимум, там, я думаю, что не будет значения ниже 50 пунктов, а может быть, все-таки будет и повыше, чем вот такие уже устоявшиеся ожидания. Может быть, это опять же раскачка такая, да, про это мы уже говорили, что... Раскачка рынка-то имеющая? Да, да, что вот сначала как бы приготовьтесь, будет плохо, да? Люди в панике, кто-то выходит, делается множество транзакций и движений, вот, потом вроде бы как бы все неплохо, а даже, может быть, и хорошо, опять же. А насчет Китая, да, но ведь если вот так вот посмотреть, ведь все эти финансовые инструменты и прочее, это, ну, некоторая функция от реального производства в конечном итоге. Вот, а поскольку Китай сейчас олицетворяет действительно это производство и по объемам, и по темпам, и на протяжении уже длительного времени, то действительно это все совершенно естественно, что для всех, так сказать, точка, с которой можно ориентироваться, с которой реперная точка, будем так говорить, это, безусловно, китайские данные, китайская промышленность. Вот, то, что их не так много, этих показателей, вот, то, что сейчас Илья говорил, в общем, это упрощает несколько. Ну, то есть, опять, да, мы говорим, вот у нас есть ключевые события какие-то, да, на них мы ориентируемся и зависит во многом движение на рынках именно от того, что, да, что, что публикуется. Конечно, зависит, как без этого. Так, вернемся к сырьевым рынкам и хотелось бы еще раз о нефти все-таки поговорить. Значит, мы видим, ну, достаточно долгий уже промежуток времени, ориентируемся на нефть европейского сорта, бренд держится вот в каком-то узком диапазоне. Ну, хотелось бы слово такое произнести, тоже оптимизировать, она относительно стабильная все-таки, цены на нефть относительно стабильные, но понятно, что это может не совсем так, и тем не менее. Но, с другой стороны, если мы говорим о каких-то более среднесрочных движениях, то мы ближе к нижней границе, наверное, диапазона, и вот этот водораздел в районе 100 долларов за баррель, он связан и, может, с техническим, да, и с каким-то фундаментальным, и с психологическим, главное, отношением инвестора к риску. Так вот, что заставит, Сережа, на твой взгляд, что может заставить нефть уйти ниже, ну, бренд ниже 100? Ну, я думаю, на самом деле, что мы, ну, не мы, а нефть уйдет все-таки ниже 100, что на это повлияет? Ну, повлияет, безусловно, уменьшение спроса. Уменьшение спроса, вот, то, что мы уже сегодня затрагивали тему, что, во-первых, сезон неблагоприятный. Лето традиционно неблагоприятный сезон для топлива, для, там, стабилизации, для роста, допустим, потому что автомобильный сезон, так называемый, уже начался, он уже отыграл. Топливный сезон еще впереди. Сейчас вот такая вот, как бы, провал предстоит. Плюс то, что мы видим все-таки, вот эти негатив по Европе, он же ведь, на самом деле, будем говорить, когда-то он бывает острее, когда-то менее заметен. Но, тем не менее, спад производства продолжается. Если мы посмотрим отчетности всех стран еврозоны, все они, в общем-то, ну, может быть, за исключением Англии, тут она сейчас недавно, тут какой-то бы теоретический плюсик показала, вот, все остальное достаточно стабильно снижается. Вот это не может сказываться на потреблении, на производстве, на потреблении, соответственно, нефтепродуктов. Поэтому, я думаю, мы ниже 90, ниже 100 уйдем, и уйдем, достаточно будем говорить, ну, сразу с некоторым качком, потому что тут вот, магия круглых цифр сыграет, я думаю, свою роль. То есть, я к тому, что, допустим, 99, я думаю, она не будет стоить. Она уйдет ниже 100, и сразу гнеет на 97, 96, вот что-нибудь в этом уровне. Ну, насколько долго она будет сохраняться, ну, вот я говорю, что, ну, до начала сезона, то есть, это до конца лета, до августа, до сентября, там будет видно, какие факторы будут играть дальше. Там уже будет учитываться и то, что скажет господин Бернанг, и то, что скажет господин Драга, и все остальное. Илюш, как насчет нефти? Ну, я в целом солидарен с таким взглядом, поскольку тут вопрос-то даже не в том, почему нефть может падать, да, а интереснее, а почему она, собственно, может не падать. Да, что может заставить расти на нефтяные котировки и каких-то таких серьезных факторов, кроме какого-то форс-мажора, вроде там, обострения опять... Перестрелки в Персидском заливе, да, или, может быть, там, урагана какого-нибудь очередного в США, который, правда, сейчас, вот, в общем говоря, сезон, больше это, в общем, ей расти не на чем, а падать ей есть на чем. Если мы вспомним, помимо того, что, о чем мой коллега уже сказал, о монетарном факторе, не самом последнем, то, опять же, все опасения и ожидания возможного ослабления КУЕ играют на рост доллара и, соответственно, на падение эффект товарных активов. То есть, если сравнивать, да, если говорить о комодах и сравнивать за и против, то, конечно, ну, имеется, вот, за падение и против падения. Мой коллега, как настоящий аналитик, уже сказал, что есть несколько за и против, да, про и контра. Соответственно, то, что вот контра падение, оно больше и более реально выглядит. — Безусловно. А если мы говорим осенью, да, когда ждем традиционное оживление, то надо, как бы, не забыть, поскольку рынок так, по памяти, рынок короткий, да, а осенью, в общем, всплывает вопрос опять потолка госдолгов США. — Конечно, конечно. Ну, и потом до осени дожить еще надо все-таки, да. Значит, еще раз новости на финансовом. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира, последние 12 минуточек у нас остались, если позволите, так я это назову, сухой остаток на Финам.ФМ. И еще раз я представлю сегодняшних гостей. Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов банка «Стройкредит» и Илья Балакирев, ведущий аналитик инвесткомпании «ЮФС». Сегодня в студии сухого остатка мы подводим финансовые итоги недели. Есть вопросы, сейчас я их прочту, и если позволите, коллеги, я такой вектор на последнюю часть эфира хотел бы задать. Ну, итоги более-менее мы подвели, понятно, да, может быть, и не всегда особенно интересно, в том плане, что обсуждать то, что было, уже не так актуально. Вот в последней части давайте мы поговорим о каких-то перспективах все же, да, на ближайшую, там, может быть, неделю, до конца месяца, я не знаю, до конца лета, до конца года, как вам будет угодно. Вот, и в этом смысле мы уже, так сказать, отметимся, как и положено для аналитиков, да, в конце концов. Кто такой аналитик? Это человек, который дает прогнозы, прежде всего. Ну, вектора два в любом прогнозе, вы об этом говорили, но прогноз, тем не менее, должен быть. Есть вопрос от Андрея. Значит, вопрос по фьючерсу, правда, да, ну, пусть будет так, фьючерсу на Сбербанк обычную, обычку. По какой цене ваши гости видят его к экспирации? Ну, я так понимаю, к июньской, да, об этом? Да, я так думаю, что про ближайшие фьючерс, наверное, речь идет, скорее всего. Ну, я бы сказал так, что я, учитывая высокую корреляцию цен на нефть с ценой на акции Сбербанка, я бы сказал, что я вижу примерно на 2-2,5% ниже текущего уровня. То есть, я вижу, что экспирация будет ниже, чем сейчас. Я понял. Ну, собственно говоря, вот такой взгляд. Ну, самое главное, что понятно, что динамика, да, динамика задана, скорее всего, да, Сбербанк будет торговаться еще дешевле, если сравнивать с нынешним. Похоже на то, да. Хорошо, ну и к прогнозам, давайте к прогнозам. Начнем с индикаторов отечественного рынка, индекс РТС, индекс ММВБ. Ну, цифры я, опять-таки, особо не прошу вас называть, но в ближайшее время нисходящая динамика. Илья, как ты думаешь, нисходящая динамика продолжится или у нас есть возможность там какой-то отскок увидеть, отскок-подскок? А глубина, Олег, какая вас интересует? Глубина прогноза? Нет, не глубина движения, а глубина прогноза. Ну, как бы получится. Понятно. Ну, техническая картина все-таки пока указывает на продолжение движения вниз, я бы сказал. С фундаментальной точки зрения, ближайшие события, опять же, скорее, негативные ожидания не формируются. Если мы будем говорить более длинную перспективу, да, с чем связаны могут быть надежды на рост рынка? Это стимулирующие меры со стороны нашего центробанка? Это долгожданный рост активности на сырьевых рынках? Может быть, ну, все ждут и надеются, что начнет расти спрос со стороны, ну, Китая, естественно, в первую очередь, да? На сырьевые товары, на уголь, да, на руду и, как следствие, на сталь, и это поддерживает металлургов, поддерживает отрасли. Все ждут и все в это верят и надеются, но пока вот нас уже целый год эта отрасль почему-то разочаровывает. Вот, я все-таки думаю, что некоторые улучшения в течение года вот на этих рынках мы все-таки увидим. Да, хорошим сигналом было бы, наверное, долгожданное, но пока никак не желающее происходить завершение, ну, сокращение стимулирующей политики центробанком Австралии. Так. Поскольку Австралия один из ключевых поставщиков для Китая и стоимость австралийского доллара, в общем, во многом формирует стоимость сырья для китайцев. Ну, и учитывая последнюю тенденцию, да, что уже Австралия с нижним паритетом провалился. Да, 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 я думаю, что пора, в общем-то, его выкупать, и на фоне того, как он будет выкупаться, пора, в общем, идти вверх цене, наверное, потихоньку на уголь, и вслед за этим, может быть, и на другие металлы. Вот, тем более, та активность, которую китайцы и другие, ну, в общем, Южная Корея, Япония разворачивает вокруг, в том числе, поставок угля, мы видим это по нашим компаниям. Она как раз указывает на то, что все ждут, что начнет дорожать уголь. Вот это может стать импульсом для нашего рынка, который, металлурга в частности, да, который во многом ориентирован на сырья. Как минимум, вот, кстати, очень интересно еще твое мнение по поводу того, что рынок угля, да, так вот, зашевелился, зажил, может быть, да, там, какой-то новой активностью. Это не может еще быть связано с тем, что потребители ищут альтернативу? Ищут, безусловно, я об этом и говорю. То есть, очень большая активность южнокорейских и китайских компаний как раз в поиске новых источников для металлургических, в первую очередь, углей. Это новые контракты с Мечелом, и с КТК, и с другими компаниями. С Распадской, мы видим, то есть, приходят сюда потребители из Азии, именно потому, что они ищут новые источники для сырья, поскольку, очевидно, опасаются, что будет дорожать сырье из Австралии. Вот, пока это как бы такое больше предчувствие, нежели уже фактическое движение, да, но вот если оно все-таки произойдет, это должно быть хорошим стимулом для индустрии. Я понял, я понял. Сереж? Ну, парококс, парококсующиеся угли, я могу сказать только, что они, в общем, всегда считались перспективным очень топливом, в плане и как альтернатива, и те регионы, где его достаточно много, они вообще еще даже жили за счет него, и на нем во многом, поэтому тут я согласен. Что касается, ну, рынка в целом, с чего начали, да, ну, давайте так, что вот окончание первого полугодия, то есть, это практически, ну, на месяц вперед, да, то есть, я вижу, что слабо затухающие колебания вот в продолжении текущего тренда все-таки. Нисходящего? Ну, да, пока да, вот, то есть, если не будет каких-то ярких, позитивных новостей, там, хороших или плохих, белых лебедей или черных, как говорят, вот, да, вот, я думаю, что пока будет все достаточно вот так вот, не очень интересно, достаточно скучно, не очень весело, но, тем не менее, вот, на второе полугодие, вот, я думаю, что там будет поинтереснее, там будет поинтереснее. сейчас, конечно, так вот далеко заглядывать тяжело, сложно, но просто на уровне интуиции. Кстати, по поводу нынешней динамики вопрос пришел от Ивана. Пишет он так. Почти все индексы и акции к закрытию торгов упали, но, видимо, имеется в виду наш рынок. И вопрос такой с надеждой, я так слышу Ивана, он так. Почти все индексы и акции к закрытию торгов упали. Ну, в начале следующей недели будет? Так откроемся, да. Будет рост, Илья. Хороший, конечно, вопрос. Я бы немножко даже отступить в ключе, что будет скучно. Я думаю, что скучно точно не будет. И в чем можно быть практически уверенным в перспективе ближайших месяцев, наверное, это то, что точно можно покупать, нам нужно сказать, волатильность. Потому что волатильность будет расти. Поскольку неопределенность только нарастает, и любые выходы отсюда, они, в общем, получаются далеки. Вот как бы на что фокус стоит сделать. Я говорю, далекие именно во времени далекие. Нет, они далекие в плане движения. То есть, вот это вот топтание на месте, оно должно закончиться. И должно закончиться, вот, судя по тому, как рынок себя ведет, все-таки достаточно уже скоро. Ну, оно перестанет быть топтанием, оно станет прыжками на месте. Вполне возможно, но если вы покупаете волатильность, это хороший для вас вариант. Безусловно, зарабатывать можно на любом рынке, на падающем стоящем. Друзья мои, смотрите, еще надо, учитывая времени мало, у нас есть сообщение от нашего слушателя, его надо успокоить, успокоить. Это мы всегда можем. Конечно, выходные впереди, и чтобы наши слушатели волновались, это будет неправильно. Пишет Сергей так. Чего-то началась у меня паника, когда несколько независимых агентств сказали, потребительский рынок с начала года упал на 30%. Опять ждем кризис, пишет Сергей. Ну, вот Илья нахмурился, он не слышал, видимо, таких мнений от независимых агентств, что на 30% упал российский потребительский рынок. Это не совсем так, видимо. Ну, речь, во-первых, не очень понятно, о ком потребительском рынке идет вообще, о потребительском рынке. Я думаю, что это несколько агрессивные оценки. Если мы говорим о нашем фондовом рынке, я бы сказал наоборот. Компании потребительского рынка, которые демонстрируют жизнеспособность, они лидеры рынка. Они пользуются великолепным спросом. Если мы посмотрим на магнит, это практически единственная прозрачная и точно успешная торговая сеть у нас. Мы тут сравнивали его в студии с Apple. Это наш Apple. Да, это наш Apple, потому что этот рост не объясняется ничем, кроме вот эйфории, потому что он все любые прогнозы, он побивает и идет только вверх. Может быть, вопрос касался потребительского агритования, вот как-то странное. Я почему говорю, что есть подозрение, да, что все-таки о каком-то другом потребительском рынке речь. Если это про потребительское агритование, я даже заикаться начал от волнения, то это на самом деле... Должен успокоить его, ты сам взволновал. Я как раз тороплюсь успокоить о том, что просто ничего в этом удивительного нету. Прошлый год было настолько резкое движение вверх, что по-другому и быть не могло. В общем, это совершенно естественно, если это происходит. И давайте уже в конце, да, еще есть один звоночек, и мы успеем на него ответить. Борис, если можно покороче, вы в эфире, добрый день, говорите. Добрый день. Очень все интересно, согласен с вашими гостями и с вами. Хотел бы просто озвучить апокалиптический сценарий, который я довольно давно жду, и по всей графике, то сценарий примерно такой. Ближайшая цель по Эдуксу РТС 800, как минимум, дальше 500 и 0, а соответственно доллар в ближайшее совершенно время это будет на 35, 38, 41. Совершенно это очевидно, на мой взгляд. Я согласен с вашими гостями о том, что будет весело в ближайшее время точно. Борис, спасибо огромное, но в любом случае вы веселый прогноз, а мне понравился 0 по индексу РТС. Вот это круто. Да, это, конечно, интересно. Что стоит отметить? Во-первых, все думают, что вот знал бы, да, купил бы, грубо говоря, ВТБ по 2 копейки, Сбербанк по 13 рублей, и все ждут, а когда же он снова, я точно куплю. Во-первых, не купите. Во-вторых, скорее всего, скорее всего не будет. Потому что очень уж привлекательные уровни пометуют ту историю, которую мы уже посмотрели позапоследние несколько лет. Апокалиптические сценарии, в общем, ни для кого не новость. Они особенно после событий 7-8 года звучат все время. Я думаю, что для нас серьезным таким неапокалиптическим сценарием, но, по крайней мере, очень вызывающим, будет действительно агрессивное жесткое сворачивание КУЕ. Вот если оно будет, если это будет бегство в доллар, такое массовое, да, то есть падение нефти, сильное падение нефти, при этом сильное укрепление доллара, и, видимо, придется девальвировать рубль, вот это может быть, естественно, не апокалипсисом, да, РТС 0, я думаю, что это минус 5, да, точно не будет, вот, но падать нам, в принципе, есть куда, и при самом плохом исходе мы можем сходить действительно глубоко. На тысячу. Друзья, спасибо огромное. Я буду закругляться. Спасибо вам, что нашли время. Сергей Александров, начальник отдела продаж стационных продуктов банка «Стройкредит», Илья Балакиров, ведущий аналитик местной компании «ЮФС». Уважаемые слушатели, ну, несмотря на возможность апокалипсического сценария, давайте думать о хорошем, давайте не думать о том, что может случиться вот так, а на самом деле как будет хорошо на следующей неделе. Спасибо за внимание. Успехов на рынке до понедельника.